25 февраля Тольяттинский государственный университет посетил депутат Государственной Думы, первый вице-президент Союза машиностроительной России Владимир Гутенев. Ему были представлены проекты опорного вуза в области зеленых технологий, цифровизации высшего образования и поэтапной модернизации университетского кампуса. Первым объектом стал новый физкультурно-оздоровительный комплекс ТГУ с бассейном и тренажерным залом. Его открытие обещает стать значимым городским событием. Осуществился этот проект в рамках федеральной программы «500 бассейнов», которой курирует «Единая Россия». Реализуя новую модель предпринимательского университета с функциями бизнес-инкубирования и акселерации стартапов, ТГУ сформировал Центры профессиональной проектной деятельности студентов, в том числе и Центр машиностроения, на базе которого ведутся перспективные разработки в сфере автомобилестроения. Владимир Гутеневу был представлен ряд проектов. Среди них автомобиль «Сержант-2», коррозионостойкое каркасно-модульное транспортное средство, созданное в рамках проекта «КорТранс», электрокарт, гоночные болиды, лодка на солнечных батареях. С этими проектами молодые инженеры побеждают в крупных международных инженерно-спортивных соревнованиях, таких как «Формула Стьюдент», а также привлекают инвесторов Самарской области и других регионов. Большая проектная команда, как компания, то есть после этого студент выходит в большой мир, когда он выпускается из университета, он уже умеет работать в команде, соблюдать дедлайны, он говорит на английском языке, потому что проект международный, и здесь только английский язык. Одной из ключевых тем на встрече с преподавателями и студентами 25 февраля стала цифровизация. За последние 10 лет ТГУ сделал гигантский скачок в своем цифровом развитии. С 2015 года ВУЗ успешно реализует проект дистанционного онлайн-обучения «Росдистант» и является инициатором создания консорциума цифровых университетов. В основе диалогии консорциума лежит хартия цифровизации образовательного пространства, подписанная более чем 30 вузами в Сколково в 2019 году. Она также была инициирована Тольяттинским госуниверситетом. Искренне поздравляю замечательный университет со славным юбилеем. 70 лет – это не просто такая весомая дата, это очень сложный, очень непростой путь, который прошел университет, объединив два успешных в то время вуза и, обретя самостоятельность, сегодня он находится на очень значимых позициях в разных рейтингах. Есть много рейтингов, но именно ценность заключается в том, что и по отдельным предметам, и по отдельным направлениям среди инженерных вузов России вуз находится на очень хорошей позиции. И что самое главное, есть еще и хорошие перспективы. Мы, по сути, отрабатываем совершенно новую модель университета третьего поколения. Вы знаете, что сейчас, по сути, переходный такой период от университета второго поколения губльского типа исследовательских к вот этой вот модели, которая добавляет еще одну миссию служения обществу и предпринимательству. В ходе встречи Владимир Гутенев ответил на вопросы студентов и преподавателей о возможностях и путях коммерциализации идей, о создании рыночных продуктов с хорошей экспортной перспективой и сильной маркетинговой стратегией. Я спросил про методы эффективного развития и продвижения своего проекта и получил исчерпывающий ответ у специалиста, который занимается в этой области. Полезно получить обратную связь, задать вопрос. Я считаю, что такие подобные мероприятия продвигают и стимулируют молодежь и молодые проекты к развитию. Естественно, меня интересовало, как будет дальше развиваться мой проект. А именно, когда я сегодня задал вопрос, я получил интересный ответ по интеграции с промышленными предприятиями. Действительно, это очень больной вопрос не только для моего проекта, но и для всех нас. Сегодня практически все задавали этот вопрос. И я сегодня узнал, что есть стратегия выхода из этого кризиса, что прорабатываются эти вопросы. И, честно говоря, я получил очень много интересной информации, которая вдохновляет меня дальше развивать свой проект и кооперироваться со своими коллегами, чтобы достигать новых результатов. Владимир Гусенев поздравил опорный ТГУ 70-летием. И по поручению председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова передал Михаилу Кришталу памятный подарок – миниатюру с изображением бывшей усадьбы Апраксиных-Трубецких, где сейчас располагается Дом Союза машиностроителей. Сладким подарком стал 10-килограммовый логотип «Союз Маши» из бельгийского шоколада. В память о визите в ТГУ Михаил Криштал вручил Владимиру Гутеневу ответный подарок – картину тольяттинского художника-живописца профессора ТГУ Игоря Панова. За личный вклад в развитие и реализацию инженерных молодежных проектов, а также за активное участие в организации проведения многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» благодарственными письмами и подарками от Союза машиностроителей России также были отмечены преподаватели, аспиранты и студенты ТГУ. Научно-инновационный предпринимательский цифровой опорный университет – это новая масштабируемая модель, реализация которой является целью Тольяттинского государственного университета в соответствии с программой развития ТГУ до 2030 года. И 70-летний рубеж – это только старт для дальнейшего развития. Редактор субтитров А.Семкин